Доброе утро! С вами Утренний дозор на 360. Так, так, куда же мы отправимся сегодня? Мы проведем дозор в Институте мясомолочной промышленности. Неожиданно, подумаете вы, нисколько, отвечу я. Говорят, что человек это есть то, что он ест. Перекусы на ходу, неполноценный завтрак и калорийный ужин. Согласитесь, многие узнали себя. А такое питание, между прочим, может сократить жизнь на 8 лет. Так вот, над тем, чтобы мы жили долго и здорово, работают в том числе и ученые из Института мясомолочной промышленности. В частности, они создают так называемые функциональные продукты питания. Мы здесь, чтобы узнать, что же это такое. К функциональным пищевым продуктам относятся такие продукты, которые содержат полезные для организма функциональные пищевые вещества. То есть, это различные витамины, допустим, витамины группы В, различные минеральные вещества, селен, цинк, которые улучшают состояние здоровья и предназначены для систематического употребления. Мы находимся сейчас в лаборатории отдела технологий мясных продуктов нашего института. То есть, здесь мы проводим экспериментальные исследования по разработке новых видов продуктов, в том числе продуктов функционального питания. Расскажите о плюсах и минусах, если они есть функциональных продуктов. Ну, я думаю, что в этих продуктах есть только плюсы. То есть, здесь специально научно подобран, обоснован весь ингредиентный состав, подобрано только высококачественное сырье. Здесь отсутствуют пищевые добавки, отсутствуют красители, консерванты, стабилизаторы, ароматизаторы. Существуют различные виды функционального питания. К примеру, для людей, занимающихся спортом, учащихся молодежи, беременных, кормящих, а также для повышения иммунитета людей. Если человек активно занимается фитнесом, то здесь вот необходимо, допустим, употреблять продукты для спортивного питания, поскольку там все микронутриенты подобраны таким образом, чтобы улучшить адаптацию к этим повышенным физическим нагрузкам. Смотрите, вот у нас оператор-спортсмен. Мы ему такую дадим. Вот, держи, консерву. Я думаю, что две консервы для спортивного питания ему как раз на завтрак будет достаточно. А, кстати, как их употреблять? Они употребляются просто. Можно немножко подогревать, можно употреблять. Вот, кстати, консервы очень удобно носить с собой. Идея создания функциональных продуктов питания возникла в 1989 году в Японии. И сейчас нам выпускается более 160 видов функциональных продуктов. Ассортимент разнообразен. От хлеба и супов, которые улучшают кровообращение, до детского и спортивного питания. Японцы даже создали функциональные шоколадные конфеты. Они обогащаются веществами, предотвращающие инфаркты. Ну что, будем пробовать? Да. Ну как будем? Буду. Ну, на самом деле, как обыкновенный паштет. Степень измельчения такая, поэтому и кажется, что это паштет. Узнаем у минчан, знают ли они, что такое функциональные продукты. Это продукты, которые по содержанию, по количеству и качеству выиграют в сторону качества. Слушайте, у вас такие вот мышцы прям вообще. Как вы думаете, протеин можно отнести к функциональным продуктам? Так само, конечно, протеин – это обычный белок. Возможно, там какой-то стакан, не знаю, там какой-то с трубочкой или еще с чем-то таким. Самое необходимое, наверное. Ну, это то, что мы, наверное, едим ежедневно. Хлеб, мясо, молоко белорусское. Возможно, они совмещают в себе несколько приемов пищи. Еще Гиппократ настаивал на том, что еда должна служить лекарством, а лекарство – едой. Именно по такому принципу и создаются функциональные продукты. Кто знает, быть может, это действительно еда будущего. Питайтесь правильно и будьте здоровы. А в Утреннем Дозоре на 360 с вами была я, Настя Рудская.